Коллеги, добрый день. Давайте для начала проверим, все ли нас слышат и видят. Поставьте, пожалуйста, реакцию, плюсики, огонечки, кому что нравится. Если у кого-то будут проблемы со звуком или видео, пожалуйста, повторно перезайдите на площадку. Так, отлично. Все слышат, все видят. Тогда мы начинаем. Ведущие сегодняшнего вебинара я, Светлана Бужилова, менеджер по работе с клиентами, и Алексей Хапугин, консультант по ТМС. Добрый день. Коллеги, мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодняшняя тема – Аксилот ТМС и 1001 интеграция. Ориентировочно наш вебинар займет 45 минут. Для начала я расскажу немного вводной информации. Далее Алексей расскажет техническую составляющую, и в конце вебинара мы ответим на ваши вопросы. Наша система умеет интегрироваться с различными сторонними сервисами для того, чтобы облегчить жизнь нашим заказчикам, сэкономить их время, деньги и помочь им в принятии управленческих решений. Несмотря на это, возможно, системы остаются, и клиенты их задают регулярно, в том числе уточняя детали. Мы сегодня построим наше выступление по-особенному. Я буду поднимать самые часто встречающиеся вопросы, которые связаны с обменом данными и электронным документооборотом. Алексей будет рассказывать техническую составляющую. Сегодня мы подобрали для вас несколько интересных кейсов, которые ранее были головной болью наших заказчиков до внедрения системы Аксилот ТМС. Например, одному из известных дистрибьюторов лекарственных препаратов приходилось выделять много времени на сверху чеков и данных с путевых листов. Чеки часто приходили мятые, плохо читаемые. В период большого количества транспортных средств на территории механик мог не успевать качественно обрабатывать данные, поэтому влияние человеческого фактора было повсеместно. В качестве решения была выполнена интеграция обработки путевых листов в режиме онлайн. Также мы рассмотрим кейс по работе с наемными перевозчиками, интеграция с личными кабинетами, которые были выполнены на проекте для одного из самых крупных и известных российских издательских домов. Безусловно, есть еще ряд проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты до автоматизации. Это, например, контроль работы водителей и отслеживание движения денег за переданный товар и многое другое. А сейчас мы расскажем чуть подробнее о каждой из проблематик и вариантах их решений. Очень часто слышу от клиентов о том, что логисты тратят много времени на таксировку путевых листов после получения их от водителей, допускают при этом ошибки, а потом тратят еще больше времени на их исправление. Наша система ведь может сэкономить их время? Да. Для процесса таксировки путевых листов приусмотрено соответствующее рабочее место в системе. Информация о пробеге и расходе топлива в путевые листы заполняется на основании информации, полученной от телеметрического сервиса. Также алгоритмический анализ проверяет наличие отклонения от нормативов и подсвечивает их для пользователей. Предусмотрено множество автоматизированных проверок. Они направлены на то, чтобы снизить вероятность допустить ошибку в процессе работы. Многие из тех вещей, которые раньше сотрудники контролировали вручную, например, корректность начальных остатков и данных одометра в путевом листе, теперь вовсе не требуют внимания пользователя и полностью контролируются системой. В момент создания нового путевого листа в системе начальные остатки и пробег заполняются из предыдущего обработанного путевого листа. Когда водитель закончил свою работу, вернул печатную форму, учетчик перевел электронный путевой лист в системе статус «возвращен», ТМС сама распределит пробег между рейсами и суммирует итоговый результат. То есть пробег увеличится на итоговый результат по рейсам, пользователь эти данные проверяет и при необходимости вносит изменения. Очень много внимания уделили расчету нормативного расхода топлива. Система считает сначала плановый расход топлива. Как он считается? Он считается на основании планового пробега по рейсу и нормы расхода. В момент выписки путевого листа он уже рассчитан. Далее, после выполнения рейса считается нормативный расход топлива. Он считается на основании фактического пробега по рейсу и нормы расхода. Далее, для расчета фактического пробега в системе предусмотрены следующие способы. Это мобильное приложение. Оно используется, например, для тех транспортных средств, которые не оборудованы нужными датчиками. Такое может встречаться на момент смены телеметрического сервиса или при начале работы с новыми транспортными средствами. Но, безусловно, наиболее эффективный метод расчета – это сбор данных с трекеров, которые устанавливаются на транспортные средства. Данные с трекеров поступают в режиме онлайн. Завершающим этапом учета движения тополя является расчет фактического расхода. Он складывается из разницы остатков топлива на начало и возвращение путевого листа и транспортного средства в гараж. Также заправок и сливов, которые выполнялись в рамках работы по этому путевому листу. При закрытии путевого листа ТМС позволяет сравнить нормативный расход топлива, то есть сколько мы должны израсходовать топливо по норме пробега, и фактический расход. Таким образом, по каждому водителю в разрезе путевого листа возможно выявить экономию либо пережег топлива. ТМС при этом подходе выступает не только как учетно-расчетная система, но и также как инструмент, позволяющий выявить устаревшие нормативы. Предусмотрено множество повышающих коэффициентов. Некоторые из них система самостоятельно устанавливает при расчете нормативного расхода по рейсам. Некоторые могут устанавливаться учетчиком при работе с путевым листом. Например, в зимний период в каждый путевой лист будет устанавливаться зимний коэффициент. Зимний коэффициент увеличивает нормативный расход топлива. Настройка, какой период будет считаться зимним, устанавливается администратором системы. Также есть повышающий коэффициент для старых транспортных средств. Старые транспортные средства могут определяться, например, по пробегу или по году выпуска. С какого момента будет начисляться дополнительный коэффициент, также устанавливает администратор системы. Кроме того, система предусматривает учет норм расходов по Минтрансу, то есть бухгалтерский учет и управленческий учет как более реальный. Поскольку управленческий учет более реальный, он подлежит более точному анализу, в то время как бухгалтерский учет можно использовать в рамках интеграции с самой 1С-бухгалтерией. За счет автоматизированной установки различных коэффициентов мы обеспечиваем качественный расчет нормативного расхода топлива. Пользователь случайно или специально не может повысить или занизить нормативный расход. Данные по заправкам также мы получаем от телеметрического сервиса. В путевом листе фиксируется информация с датчиков, сколько топлива было залито, сколько было слито, сколько заправок пополнялось перед действием путевого листа. Данные, полученные из телеметрических сервисов, обрабатываются в тандеме с данными от топливных компаний. Мы сейчас подробно на этом не будем останавливаться, но тема очень интересная, и мы к ней скоро вернемся. Если подвести итог вышесказанному, то рабочее место, обработка путевых листов существенно снижает время, которое необходимо для работы с путевыми листами, что позволяет освободить сотрудников для других задач. Леша, насколько мне известно, наши заказчики часто сталкиваются с рутиной ручного ввода данных с бумажных чеков, которые зачастую теряются водителями. Помимо этого, у чеков есть такое свойство, что они через определенный период времени выцветают, и приходится тратить уйму времени на контроль, корректировку данных по расходам на топливо. А если, к примеру, машин 10, 20, а то и больше, то одному человеку придется потратить несколько часов, чтобы обработать эту кипу чеков. Мы можем облегчить жизнь нашим заказчикам? Да, можем. Мы автоматизировали ввод данных топлива. Для этого мы выполняем интеграцию с топливными компаниями и с телеметрическими сервисами. Если говорить о топливных компаниях, ввод данных может быть полностью автоматический через API, либо выполняться с помощью загрузки файлов в систему. Любой из этих способов значительно сокращает время работы пользователей. Особенно важно, что с увеличением парка транспортных средств никаким образом не увеличивается время, которое сотрудники тратят на учет данных о топливе в системе. Сокращение работы пользователей – это еще не все. В первую очередь, это делается для контроля корректности данных, которые вводятся при обработке путевых листов. Во-первых, мы избавляемся от человеческого фактора. При ручном вводе информации ошибки могут происходить достаточно часто. А при интеграции с топливными компаниями и телеметрическими сервисами используется система двойного контроля. То есть шанс допустить некорректный ввод данных о топливе, минимальный. За счет чего мы этого достигаем. Из топливных компаний в систему загружаются данные о каждой заправке. Идентификатором здесь служит топливная карта. Далее определяется, к какому транспортному средству и путевому листу относится заправка. Во-вторых, из телеметрических сервисов мы получаем данные по каждому транспортному средству о том, сколько топлива и в какой момент времени было заправлено или слито. Эта информация фиксируется с помощью датчиков. При проверке путевого листа система сопоставляет данные от телеметрических сервисов и топливных компаний. И если была зафиксирована какая-то заправка только в одной из систем, или если количество топлива по данным двух систем отличается, это считается отклонением. В системе даже специальный отчет для этого предусмотрен. Он позволяет оперативно проверить наличие таких сомнительных действий. Давайте подытожим. Выше сказанное. Базовая функциональность не только есть, а более того, она подтвердила свою достаточную универсальность, о чем говорит высокая скорость подключения новых заправок и телеметрии. Интересно, а как можно проверить аккуратность водителя? Почему появляется перерасход топлива, если водитель едет по плановому маршруту и приезжает вовремя? Конечно, можно проверить аккуратность водителя. Мы загружаем в систему все данные, которые можно зафиксировать с помощью датчиков телеметрии. Для этого сначала выполняется мейпинг. Мейпинг — это такая операция, при которой выполняется автозаполнение датчиков ТМС. То есть с помощью API из системы отправляется запрос в телеметрический сервис, и в ответ мы получаем перечень датчиков и их определение за транспортными средствами. Это удобно тем, что независимо от количества транспортных средств, будь их 20 или 200. Процесс связи ТМС и телеметрического сервиса выполняется очень просто. Сейчас, кстати, уже более 90% всех сервисов в телеметрии эту функцию поддерживают. Так вот, что же все-таки мы загружаем в систему? Во-первых, это пробег за период и трек по рейсам. На основании этого выполняется сравнение плановых и фактических параметров рейса. И в рабочем месте спутникового мониторинга диспетчер может оперативно увидеть перерасход топлива, опоздание по рейсу, непредусмотренную остановку. В таком случае диспетчер может оперативно связаться с водителем, принять какие-то меры. Но данные анализируются не только в оперативном режиме, они накапливаются, поэтому диспетчер может выполнять и оперативную работу по мониторингу, и просматривать историю по выполнению рейсов. Во-вторых, система загружает различные события мониторинга. Различные события мониторинга загружаются из телеметрического сервиса. Такие события, как превышение скорости, резкое ускорение, резкое торможение, езда без пристегнутого ремня. Диспетчер может посмотреть, в какой момент времени эти события фиксировались и где водитель ехал в этот момент. По всем этим данным можно строить отчетность в различных разрезах. Например, сколько раз водитель превысил скорость за месяц работы, или как часто происходят перерасходы топлива в рамках целой автотранспортной колонны. Также нужно добавить, что на основании данных датчиков события мониторинга могут быть реализованы индивидуально под потребности заказчика. Нам только требуется алгоритм, по которому эти события должны формироваться. Так, пример. Заказчику нужно, чтобы событие мониторинга создавалось, если в транспортном средстве сработал датчик зажигания. Далее в системе будет срабатывать регламентное задание, которое это событие каким-то образом будет обрабатывать. Например, статус ближайшего рейса будет меняться на «Пополняется», а по рейсу будет формироваться прохождение первой точки. Значит, как только водители узнают о нашей системе, все само по себе начнет улучшаться. Прекрасно. А как сделать так, чтобы путевые листы вообще не требовалось проверять? Вообще такое возможно? Возможно. Мы реализовали процесс, при котором проверка путевых листов выполняется в автоматическом режиме. Как это выглядит? Водитель выполняет рейс с помощью мобильного приложения. Он фиксирует начало и окончание рейса. После выполнения рейса система анализирует данные телеметрического сервиса. Она собирает их в отчет и отправляет водителю. В мобильном приложении AxelotMS возникает уведомление. Водитель получает отчет, видит начальный-конечный остаток, начальный-конечный остаток по топливу, заправке, сливы, начальный-конечный пробег. В приложении водитель может подтвердить, что данные верные, и тогда они заполнятся в электронном путевом листе. Система сама проверит наличие отклонений и в случае фиксации нарушений проинформирует об этом ответственных сотрудников. Если водитель не подтверждает корректность данных, поступивших от телеметрического сервиса, то система фиксирует это как отклонение, и ответственный сотрудник получает уведомление, что путевой лист требует ручной проверки. В таком случае сотрудник работает только с отклонениями и нарушениями, а путевые листы без нарушений считаются проверенными? Да, совершенно верно. Вот это автоматизация с большой буквы. Леша, один из моих клиентов пользуется услугами нескольких транспортных компаний и тратит довольно много времени на размещение, отслеживание заказов в их личных кабинетах. Логисту приходится переходить из одного окна в другое, сверять данные со своим журналом статистики перевозчиков. Как это можно сделать в автоматическом режиме? Все операции с транспортными компаниями могут выполняться в едином окне внутри нашей системы. В транспортную компанию мы передаем заявки на перевозку грузов, заявки передаются с выбранным тарифом. Мы запрашиваем статусы, отправляем запросы на отмену заявок, обратно получаем информацию о заказах, трек-номера, статусы, стоимость услуг и печатной формы документов. Есть возможность интеграции сразу с множеством транспортных компаний. А если реализовать, например, автоматическое размещение заказов, в таком случае поток заказов может выполняться практически без участия человека. На сегодняшний день мы активно используем интеграцию с Асдеком для одного из крупнейших издательских домов. Отлично. Логисту однозначно будет проще. Большинство клиентов для выбора перевозчиков устраивают тендеры. Им приходится пользоваться многими сервисами. Но работа на тендерной площадке подразумевает подписки, оплаты. Есть определенные правила проведения, которые зачастую не всем удобны. Наша система позволяет все делать в едином окне. Леш, расскажи, пожалуйста, подробнее о данном функционале. Интеграция с тендерными площадками позволяет сэкономить время пользователя. Мы размещаем одно объявление о тендере, и оно разлетается сразу на несколько площадок. Внутри системы мы видим предложения перевозчиков, среди которых выбираем победителя. Подтверждение о победе на тендере отправляется перевозчику на ту тендерную площадку, на которой он работает. В ответ он может отправить нам информацию о транспортном средстве и водителе, назначенном на рейс. Приложить документы этого транспортного средства и водителя, которые необходимы для исполнения рейса. В этой истории очень важной является сама последовательность взаимодействия. Заявка, ответ, согласование, коррекции, многое другое. И это в системе все есть на высочайшем уровне. Еще мы довольно часто сталкиваем с тем, что клиенты размещают заказы, но многие перевозчики относятся к тендерной процедуре недобросовестно. Поэтому мы учли все минусы таких процедур и в нашей системе реализовали возможность установки своих правил для проведения тендера. Леша, поделишься этой информацией для наших слушателей? Конечно. В системе реализована возможность планировать рейсы без привязки к конкретной машине. Такие рейсы передаются привлеченным перевозчикам. Для этих рейсов система может на основании внутренних регламентов и правила распределения рейсов по перевозчикам отправить перевозчикам заявки на транспортные средства. Как правило, в системе заводится тарификация для перевозчиков. И система может самостоятельно определить, с каким перевозчиком наиболее выгодно выполнить тот или иной рейс. Система самостоятельно отправит заявки именно этим перевозчикам. Вместе с заявкой внутри системы предусмотрены автоматические удомления на электронную почту перевозчика и смс-оповещение для менеджеров. Внутри системы реализован личный кабинет перевозчика. Перевозчик подключается как внешний пользователь через браузер. Он использует веб-версию 1С. Он подключается, чтобы отвечать на заявки по транспортным средствам и принимать участие в тендерах. Перевозчик самостоятельно заполняет данные о своих транспортных средствах и водителях. Он это делает в предусмотренном шаблоне и поддерживает данные в актуальном состоянии, что облегчит жизнь заказчику. То есть пользователям больше не требуется проводить большую работу над данными водителей ИТС. Эти данные зачастую предоставляются в различных и не всегда удобно в форматах, например, как сканы или как фотографии документов. Все взаимодействие между заказчиком и перевозчиком становится очень прозрачным. По этому взаимодействию можно вести статистику, например, статистику по срывам, когда перевозчик может принять заявку на транспортное средство, а затем за полчаса до начала рейса отказаться, либо когда перевозчик систематически опаздывает на загрузку и выгрузку товара. В дальнейшем по таким ситуациям можно строить отчетность и проводить аналитику, чтобы учитывать эти ситуации при принятии решения о том, какого перевозчика выбрать для выполнения рейса. В том случае, если для рейса не удается найти перевозчика из тех, к которым были отправлены заявки на ТС, рейс можно выставить на тендер. На тендер можно пригласить всех перевозчиков, которые могут подойти для исполнения этого рейса. При этом площадка для проведения тендера полностью под нашим управлением. Каждый перевозчик, который приглашается на тендер, получает на электронную почту уведомления о начале и окончании тендера. Расскажу вам про настройки. Настройки проведения тендера очень гибкие. Например, мы можем установить шаг стоимости и автоматически продлевать тендер после каждого нового предложения. Такие настройки устанавливаются для борьбы с недобросовестной конкуренцией, когда перевозчик направляет свое предложение за несколько минут до конца тендера и снижает стоимость предыдущего предложения всего на 100 рублей. Кроме того, можно настроить видимость текущего наилучшего предложения для участников тендера. Ее можно скрыть, чтобы перевозчики не знали, какое предложение сейчас считается лучшим. В расчете на то, что они предложат цену с запасом. Либо, наоборот, открыть видимость, тем самым простимулировать других перевозчиков к снижению цены. Все взаимодействие с перевозчиками осуществляется в одном окне. Помимо заявок на транспортные средства от заказчика и предложения от перевозчика выполняется обмен счетами за услуги, документами, которые подтверждают статус рейса и документами, которые подтверждают оплату счетов за услуги. Подведя итог, хочется сказать, что процедура проведения тендера станет простой и прозрачной. Это позволит сохранять хронологию ваших взаимодействий. Платон – российская система взимания оплаты с грузовиков массой свыше 12 тонн. Платон и так усложняет жизнь, так еще и в бухгалтерию нужно передавать данные. В нашей системе все намного проще. Расскажем? Да. Принцип работы следующий. Информация о проезде по тем или иным дорогам фиксируется при помощи бортового устройства и маршрутных карт. Оплата производится путем списания денежных средств с лицевого счета владельца транспортного средства. Что касается взаимодействия с Axelot-TMS, порядок загрузки данных очень простой. Пользователь заходит на сайт Платон, выгружает сводную выписку и загружает ее в Axelot-TMS. Далее система самостоятельно формирует документ фактические расходы и по интеграционным потокам передает этот документ в бухгалтерию. Данные расходы также фиксируются на уровне рейса, что в дальнейшем позволит строить отчеты и проводить аналитику по рейсам с учетом данных расходов. Это замечательная функция. Что касается использования онлайн-касс, то для каждого заказчика важен высокий уровень оказываемых услуг и развитие бизнеса. Особенно это важно в онлайн-торговле. Наша система с онлайн-кассами умеет работать? Да, наша система работает с онлайн-кассами. Использование онлайн-касс происходит следующим образом. Из корпоративной информационной системы в Аксилот ТМС выгружается заявка на перевозку с оплатой. При этом на этапе поступления заявки система уже знает, потребуется ли оплата товара или нет. Водителю не нужно об этом помнить. Водителю не нужно где-то читать комментарии к заказу. ТМС получает эту информацию, планирует рейс, и эта информация передается водителю в мобильное приложение. Мобильное приложение уже интегрируется с онлайн-кассой. Когда водитель приедет к получателю на точку, он отметит прибытие в мобильном приложении. Далее в мобильном приложении он должен будет отметить передачу номенклатуры или грузового места в зависимости от настроек на стороне ТМС. И работа водителя при этом сильно упрощается. Ему достаточно отсканировать штрих-код, штрих-код по каждому грузовому месту либо номенклатуре, которую он планирует передать получателю. И далее система сама рассчитает стоимость, которую должен получатель заплатить водителю за отгруженный товар. Мобильное приложение передаст в терминал оплаты точную стоимость товара, а когда товар будет оплачен, в ТМС системе будет загружен чек за проданный товар. При этом в момент передачи заказа чек может печататься по результату наличной и по результату без наличной оплаты. Каждый неотгруженный товар, от которого отказался получатель, также фиксируется. На стороне ТМС системы можем установить различные настройки. Например, чтобы завершить рейс, по каждому неотгруженному грузовому месту или номенклатуре водитель должен зафиксировать фотоотчет либо написать комментарий. Соответственно, менеджер по продажам или менеджер по обслуживанию клиентов может оперативно иметь доступ ко всей информации о ходе выполнения рейсов, видеть факт отгрузки товара либо отказов и тоже принимать какие-то меры на основании этой информации. В дальнейшем информация о всех выполненных заказах может передаваться по интеграции в бухгалтерию. На текущий момент мы уже выполняли интеграции с такими сервисами, как Aton и iBox, но мы готовы интегрироваться и с другими сервисами по предоставлению онлайн-оплат. Основные механизмы для этого уже в системе есть. Соответственно, взаимодействие с онлайн-кассами открывает возможности для старта и последующего развития направления курьерской доставки, а значит и для новых направлений вашего бизнеса. Сопроводительная документация, особенно при работе со сторонними перевозчиками, достаточно долгосрочный процесс. Многие водители попросту теряют, забывают и долго довозят накладные и прочие возвратные документы, что усложняет не только учет, но и фиксацию задолженности в общем за месяц. Сотрудники тратят очень много времени на учет бумажных документов по рейсу, допускают ошибки при выполнении ручного контроля. Мы ведь можем помочь им в этом? Конечно. В нашей системе для каждого перевозчика, каждого партнера, получателя можно установить индивидуальный пакет документов, который должен быть обработан по рейсу. С помощью мобильного приложения к всего ТМС, водитель может сканировать документы, которые он получил в момент выполнения рейса, а диспетчер в системе может проверить, получал ли водитель те или иные документы. Далее, в системе на основании данных о том, какие документы должны быть получены водителем и в дальнейшем возвращены, после выполнения рейсов фиксируется задолженность документов по рейсу. Эта задолженность может быть обработана предусмотренным для этого рабочим местом. Рабочий мест называется контроль движения документов. В данном рабочем месте можно выводить список выполненных рейсов, для которых имеется задолженность по документам, а также детализацию этих задолженностей. Можно оперативно фильтровать задолженности по различным параметрам, например, по периодам, по перевозчику, и вывести задолженность списком. Далее, этот список можно отправить переводчику и проинформировать его о задолженности по документам. Помимо этого, ТМС интегрируется со сканерами, что позволяет в автоматическом режиме фиксировать факт получения пакетов документов с теми или иными реквизитами. Со сканерами могут работать операторы, взаимодействующие с водителями. Например, водитель передает пакет документов, оператор их сканирует, а в системе фиксируется получение пакета документов. Система в один клик определяет, к какому рейсу, к какому перевозчику относится этот пакет документов, был ли он возвращен вовремя или с задержкой. Все это снимает необходимость в большом объеме ручной работы оператора, которому не нужно будет разбираться с задолженностями по документам для рейсов, которые выполнялись несколько недель назад, поднимать какие-то реестры, в которых ведется учет документов. Стоит отметить, что можно настроить уведомления для пользователей, если нарушаются сроки получения документов. Пользователь получит письма, либо уведомления в самой системе. В этих уведомлениях будет указано, каким рейсом имеется задолженность, в какой срок и какие документы требуется вернуть. Для некоторых заказчиков нужно не только уведомления, но и актуальное начисление штрафного коэффициента при расчете тарифов с перевозчиками. Например, в случае опоздания при возврате документов начисляется пение за просрочку, что приводит к снижению стоимости перевозки для заказчика. Коллеги, ну вот, собственно, поговорили, но самая актуальная тема для наших заказчиков. Наша программа подошла к концу, поэтому сейчас мы ждем ваши вопросы, готовы будем на них ответить. Если, например, не все вопросы задали, либо в ходе переработки данной информации вопросы появятся, на данном слайде указаны контакты. Вы всегда можете связаться с нашими менеджерами, и мы ответим более подробно на интересующие вас вопросы. Если потребуется, проведем демонстрацию системы и подготовим расчет проекта по автоматизации.